Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Немчин Владислав, и сегодня я бы хотел поговорить на тему генерирования текста на заданную тему в системе инженерии знаний. Ну, для начала небольшое введение. Инженерия знаний представляет собой многозадачную область, объединяющую методы и технологии для организации, представления, обработки и использования знаний. В центре внимания данной дисциплины находится работа с экспертными знаниями, логикой и данными с целью создания систем, способных принимать решения, анализировать информацию и решать задачи, требующие экспертного уровня знаний. Инженерия знаний играет ключевую роль в эпоху цифровизации и автоматизации, ведь с увеличением объемов данных и сложности информационной среды это становится неотъемлемым инструментом для эффективной обработки и преобразования знаний в ценные решения. Это особенно актуально в сферах, где требуется высокий уровень экспертизы, таких как медицина, финансы, наука и технологии. Но, конечно же, в гуманитарных сферах это остается не менее важным. Инженерия знаний нацелена на создание методов и инструментов для эффективного представления организации знаний, как уже было сказано. Целью является структурирование экспертных знаний таким образом, чтобы они были легко доступны и могли использоваться компьютерами и людьми для решения задач. Также важным аспектом является развитие экспертных систем, программных приложений, способных принимать решения и решать задачи на уровне, сравнимом с решениями, применимыми опытными специалистами. Эти системы базируются на формализованных экспертных знаниях и могут применяться в различных областях, от медицины до финансов. Также инженерия знаний направлена на интеграцию знаний в информационные системы. Это включает в себя создание методов для переноса знаний из неструктурированных источников в базы данных системы управления и обработки информации, что повышает эффективность работы систем. Также важной является разработка методов для работы с нечеткой и неопределенной противоречивой информацией. И, разумеется, инженерия знаний также стремится к созданию моделей, методов и инструментов, которые позволяют эффективно переиспользовать знания в различных контекстах, что снижает издержки на создание новых систем и способствует более широкому распространению знаний. Ну и, в конце концов, важной темой также является создание интеллектуальных агентов, способных самостоятельно принимать решения и выполнять задачи на основе формализованных знаний. Такие агенты могут быть использованы в автоматизированных системах управления процессами и других областях, где требуется интеллектуальная функциональность. Очень важно отметить, что генерация текста в системе инженерии знаний является одним из ключевых аспектов. Ведь именно генерация текста играет ключевую роль в создании систем, способных общаться с пользователем на естественном языке. Это значительно улучшает пользовательский опыт, делает взаимодействие с компьютерными системами более интуитивными и удобными. Генерация текста служит эффективным способом передачи знаний компьютера, особенно в контексте обучения машин. Системы обучения знаний могут использовать сгенерированные тексты для формирования понимания о задачах, правилах и контексте, что ускоряет процесс обучения и адаптации. Также генерация текста является значимым инструментом для создания понятных и информативных документаций. Автоматически сгенерированные пояснения, инструкции и описания могут существенно улучшить доступность и понимание сложных экспертных материалов. Разумеется, важным аспектом является и эффективное распространение знаний, что так как синтезированный текст может представлять собой компактное и полезное изложение ключевых аспектов. Также генерация текста играет важную роль в автоматизации создания контента, включая отчеты, аналитические материалы и резюме, что позволяет значительно ускорить процесс создания текстовых данных и уменьшить трудозатраты. Ну и в конце концов, инженерные знания способствуют улучшению согласованности и точностью передаваемой информации. Системы могут создавать тексты, соответствующие формальным структурам знаний, что повышает качество представленной информации. Таким образом, генерация текста играет крайне важную роль в обеспечении эффективной передачи знаний между компьютерами и людьми, улучшая коммуникацию и обеспечивая более широкий доступ к экспертным знаниям. И здесь важно отметить как раз-таки некоторые актуальные тенденции в области работы с естественным языком. Одной из основных является метод глубокого обучения с рекурсивными нейронными сетями и сверточными нейронными сетями, а также трансформерами. Эти методы обеспечивают более высокую точность в задачах обработки естественного языка, таких как машинный перевод, распознавание речи и анализ тональности. Не менее интересными являются и предобученные языковые модели, такие как BERT или GPT, которые позволяют значительно улучшить производительность задачах обработки текста. Модели обучаются на больших объемах данных и затем могут быть дообучены или применены для решения конкретных задач. Отметим здесь и тематическое моделирование и анализ сентимента, а также интерактивные диалоговые системы наподобие всевозможных чат-ботов, виртуальных ассистентов, которые направлены на понимание естественного языка, генерацию ответов и управление диалогом. Ну и, разумеется, мультиязычные и кроссязыковые модели, которые позволяют обеспечивать коммуникацию в современном мультиязычном пространстве. Эти тенденции формируют современный ландшафт в области обработки естественного языка, предоставляя возможности для более точного и широкого применения технологий в различных сферах. Однако, конечно же, мы здесь можем столкнуться с множеством проблем, связанными с генерацией текста. Прежде всего, это этический аспект, так как генерация текста может привести к созданию каких-то фейковых новостей и некоторой дезинформации. А также в результате может привести к манипуляции общественным мнением. Это требует разработки эффективных методов контроля и мониторинга генерации текста. Также, несмотря на значительные успехи модели генерации текста, могут сталкиваться с трудностями в понимании и обработке сложных контекстов, что может привести к генерации некорректной или несоответствующей информации, ну или просто недопониманию между пользователем и искусственным интеллектом. Очень важным также является проблема ограниченной интерпретируемости. То есть, многие современные методы генерации текста, особенно на основе глубокого обучения, могут быть слишком сложными в интерпретации. Это создает определенный вызов в понимании принципов работы моделей, особенно в случае ошибок или нежелательных результатов. Ну и в конце концов, также значимый социальный аспект необходимо отметить, так как создание автоматических систем для генерации текста может повлечь за собой изменение традиционных структур коммуникаций, тем самым будет влиять на занятость в традиционных редакторских отделах и журналистике. Ну и, конечно, это может вызвать вопросы относительно качества и достоверности информации. Однако, давайте же перейдем непосредственно к некоторому практическому аспекту. В контексте поставленной темы и проблематики мы с вами попробуем рассмотреть именно конкретный аспект подлинности информации, ее адекватности при генерации текста на заданную тему искусственным интеллектом, а именно системой чат-GPT. А также попробуем рассмотреть ее поведение при попытке внесения правок. В системе инженеризания для человека, конечно, очень важна возможность получать структурированные тексты, которые предоставляют некоторую выжимку информации по заданной теме. Это существенно позволяет экономить время и ресурсы при работе. Так, например, мы пробуем для начала задать простой вопрос в нейросети «Кто такой Лев Толстой?». Вопросы являются и простыми по формулировке, и с точки зрения доступности информации в базах данных ИИ. И мы действительно получаем достаточно сжатый конспект, в котором отмечаем некоторые биографические элементы, особенности творчества, а также общую значимость писателя. Позже аналогичную структуру мы увидим и в других запросах. При перепроверке информации мы убеждаемся, что все предоставленные данные верны и адекватны. С просьбой сделать список главных произведений чат GPT также справился успешно, не допустив ошибок, хотя, разумеется, понятие «главные произведения» имеет определенную долю субъективизма, а потому сама подборка может быть несколько пересмотрена. Но, отметим, фактических ошибок нет. Далее мы просим сгенерировать аналогичный текст, но уже по менее известной персоне, а именно по болгарской поэтессе. Отметим те мнения, что в интернете в свободном доступе есть данные о ней, в том числе и в Википедии аж на 18 языках. То есть данная информация вполне могла попасть в базу данных в нейросети. На первый взгляд мы получаем совершенно аналогичный конспект, который содержит биографическую информацию, характеристику творчества и общий культурный вклад. Также текст совершенно адекватен с точки зрения языка и логики повествования. Однако при проверке информации мы обнаружим первую фактическую ошибку, а именно то, что она не является нобелевским лауреатом. Список лауреатов, как вы понимаете, тоже является информацией общедоступной и уж точно присутствует в базе данных чата GPT. На наш комментарий о данной ошибке искусственный интеллект выражает согласие и приносит прощение за неточность. Следом, мы вновь просим составить список главных произведений. И здесь уже ситуация намного интересней. Ни одно из представленных искусственным интеллектом произведений не имеет никакого отношения к нашей поэтессе. Более того, ни одно из них не является реальным. Но мы отметим, что данная информация о произведениях данного автора находится в свободном доступе в той же Википедии. Искусственный интеллект просто выдумал данные произведения, пытаясь взять за основу какую-то общую характеристику творчества и общий контекст болгарской литературы. На наш комментарий о неверности информации чат пробует исправиться, однако фактические ошибки остаются, и лишь добавляются дополнительные пространные комментарии о культурном вкладе поэтессы, которые, по сути, просто представляют собой воду. Совершенно аналогичная история происходит и при попытке генерации текста про другого писателя, Геом Милева. Информация о нем также имеется в свободном доступе, в доставке. Вновь видим старое построение текста, и вновь фактические ошибки. Интересно, что в перечне произведений искусственный интеллект смог упомянуть лишь одно, а прочие уже не смог даже сгенерировать, как это было в предыдущем примере. Тем не менее, отметим, что упомянутые чатом произведения «Септемрийцы» звучит достаточно схоже с подлинным произведением «Септември». Не совсем понятно, с чем связаны искажения данного названия чата. Быть может, неоднократным переводом названия с болгарского на английский и далее на русский и подобными операциями. Теперь же, в одном случае, мы пробуем указать искусному интеллекту на ошибку. На ошибку в названии произведения. С комментарием искусственный интеллект соглашается, и более того, выдает достаточно верную аннотацию к произведению. В другом же случае, мы пробуем намеренно ввести искусственный интеллект в заблуждение и сообщаем, что такого произведения у автора нет. И снова чат с нами соглашается. Более того, он допускает еще одну крупную ошибку, приписывая данное творение совершенно другому болгарскому писателю и добавляя еще несколько несуществующих произведений Гео Миллеву. Все вышеупомянутые ошибки, вероятнее всего, связаны просто с нехваткой информации по заданным темам в базах данных искусственного интеллекта. Однако критически важным является не нехватка информации, а именно попытка генерирования и выдумывания новых фактов и ввод пользователя в заблуждение. В качестве вывода отметим, что, разумеется, в области генерации текста с использованием искусственного интеллекта происходит быстрый прогресс, открывающий новые возможности и вызывающий важные вопросы. Технологии генерации текста нашли широкое применение в жене и знании, улучшая способность компьютеров общаться с пользователями и обрабатывать текстовую информацию. Однако, несмотря на значительные достижения, существует ряд проблем. В частности, искусственный интеллект не способен проводить перепроверку предоставляемой информацией и часто выдает ложные данные. Он способен сгенерировать, выдумать некоторые факты, опираясь на общий контекст. Отсутствие какой-либо самоцензуры и самопроверки является одной из слабейших его черт, что пока не дает возможности полноценно опираться на искусственный интеллект при исследовании малопопулярных тем. С учетом всех этих факторов важно продолжать исследования и инновации в области генерации текста, стремясь к созданию систем, которые не только эффективно обрабатывают информацию, но и соответствуют высоким стандартам этики и качества. Все это будет способствовать развитию инженерии знаний и содействовать прогрессу в создании умных систем, способных эффективно обмениваться и использовать знания. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...